Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я, пожалуй, не буду его зачитывать, потому что он, как мне показалось, про, в принципе, одно и то же, про то, что вы не знаете, как устраивать общение. Автор вопроса говорит о том, что общение получалось, когда было несколько интересов, несколько увлечений, каких-то занятий. Вот. И когда эти занятия заканчивались, перестали интересовать, что люди отходили. И сейчас, находясь в университете, автор вопроса есть проблем с того, как общаться с людьми, как быть этим людям интересно, в том числе и девушке, которая понравилась. Начать, пожалуй, можно здесь с того, что вы боитесь быть отвергнутыми. страх отвержения робом из детства, соответственно, здесь нужно исследовать ваши отношения с родителями. Далее. Вы пытаетесь всё контролировать. Сложно быть интересным, то есть живым, самим собой, когда вы контролируете всё. Вот. У вас есть тенденция к контролю, тенденция к тому, чтобы объяснять, ну вот, какие-то вещи, да. Я пытался стараться их объяснить. На мой взгляд, это едва ли не худшее, что вы можете для себя сделать, потому что, стремясь к объяснению, вы приходите, на мой взгляд, только к одному, к тому ЧПУ. Ничего хорошего. Ну, как бы, из этого не получится для вас. Поэтому вам желательно отходить от позиции того, чтобы быть не тем. кто есть, вот. То есть желательно переходить к позиции несколько другой, я бы сказал, да, к позиции. Того, чтобы быть таким, какой вы есть, а не пытаться казаться. Кем-то иным. Для вас это будет, безусловно, лучше. Из-за того, что вы склонны подавлять, ну, себя подавлять, твои чувства, вот. На мой взгляд, вы увлекаетесь. То есть, в определенный момент, в определенный момент ваши чувства, вами, ну, я бы сказал, так, овладевают. Вот. И вы теряете над ним контроль. Что, в известной степени, может, конечно же, вас пугать. Это вообще нормальная история. Вот. Думаю, к этому чувству и к этому ощущению, я бы сказал, что желательно привыкать. То есть, как-то в нем адаптироваться, да, не убегать от этого. Тогда ситуация будет несколько лучше. По поводу того, чтобы быть интересным, здесь ситуация заключается в следующем. Вы интересным можете быть интересным, будучи живым, будучи собой. И совершенно не важно в этом смысле, какой вы, кто вы, интроверт или экстраверт или кто-либо еще. Все это значение не имеет. Гораздо большее значение имеет то, как вы обращаетесь со своими чувствами. Что вы с ними делаете. И можете ли вы позволить себе быть собой. Знаете ли вы, каково это быть собой. И вот здесь возникает проблема. Поскольку вы боитесь быть отвергнутым, то вам кажется, что если вы будете самим собой, то не будете никому интересным. Вот. Эта позиция больше всего вас, собственно, пугает и тормозит. Стеснительность, скованность в своих поступках, да, в своем поведении. Про это. Про это. Как раз. Никакого секрета, никакой тайны. В этом абсолютно нет. Таким образом, я думаю, что именно в таких направлениях вам нужно двигаться. Сейчас я бы зафиксировался на ваших интересах. Вы сами, в принципе, пишите, что у меня есть увлечения, интересы, они совершенно нормальные. Вот. То, что у вас есть интересы, это хорошо. А то, что вы называете их нормальными, конечно, настораживает. Потому что стремление к норме здесь в известной степени может быть искусственным. Опять же, хорошего для вас из этого может ничего и не быть. Вот. Сфокусируйтесь. На этом. И. Поищите максимально возможный для себя способ это выразить. Поищите максимально возможный для себя об этом сказать. Вот, на мой взгляд, то, с чего бы вы могли начать делать веселее вашу жизнь. Естественно, это не все. Это только начало. А ваша проблематика является запросом на психотерапию. Поэтому обращайтесь к любому из психологов и начинайте работать. Всего вам самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Именно процесс формирования обратной связи. Смотрите. Чтобы было в